Прямой диалог – основа для решения приоритетных задач. Под таким лозунгом проходит вот уже седьмая встреча руководства Щелковского района с жителями. В этот раз обсудили проблемы городского поселения Загорянский. В прошедший выходной более ста человек собрались в серковской школе. У жителей поселения накопилось немало наболевших вопросов к местной администрации. Претензии к дорогам в первую очередь. Заняли дорогу, ездят КамАЗы большие, первоклассникам практически негде ходить. Ни тропинок, ничего не посыпается, лед кругом. Интересно, что скажут нового. Мы никогда руководство не увидели в лицо. Вопрос освещения парковой зоны, где вот дети ходят в школу. Вопрос транспорта. Вот маршрутки дети занимаются в Щелково на стадионе, а транспорт ходит плохо, дети стоят по часу на остановках. Надеемся, что как-то все-таки нас услышат и эти вопросы будут решаться. Так в рамках встречи каждый мог задать вопрос в устной или письменной форме. Длинная очередь к микрофону выстроилась сразу. Стало понятно, у жителей накопилось немало претензий к местной администрации. Самые острые вопросы, как обычно, по благоустройству. У нас в Супуеве, Павлодино, у нас даже нету места, где бы гуляли подростки. Но организовали бы, вы видели, у нас только дорога и забор. Все. Проживевшие детские площадки, плохие дороги и мусор вдоль них для Загорянки – характерные проблемы, с которыми жители борются не первый год. Пересмотрены были тарифы на вывоз мусора. За счет чего эти тарифы увеличились в два с половиной раза? Площадок у нас нет. У нас нет обслуживающего персонала, который убирает эти площадки. Если вас в деревне Супуево и Павлодино, не устраивая способ уборки мусора, который до этого был бы установлен, мы вас приглашаем в администрацию поселка Роговянский. И давайте совместно с вами соберем собрание на вашей территории и выберем способ уборки. Мусор производит жителей, значит жители должны платить за свой мусор. Алексей Васильевич, нижайшая просьба вмешаться самому. Вы уже вмешались тем, чтобы увозить мусор отсюда за Роговянки. Было такое. Если я говорю, хочешь сделать хорошо, сделай сам. Практически не выполняется закон, не вспомню сейчас этот номер, содержание территорий начинственных мест, в котором сказано, что каждая предназначенная территория в расстоянии 5 метров от своего забора должна содержаться в чистоте, в порядке и впрочем. Если пройти по нашим улицам и посмотреть, как это выполняется, то уже волосы встают дыбом. Обязательно будем работать по частным владениям, потому что это заход для всех недели. И неоднократно я уже говорил, уважаемый Аркадий, о том, что необходимо более тщательно контролировать полный прилегающий территорий к частным владениям. Установить контроль над данной сферой – непростая задача, но решаемая. Уже сейчас административно-технический надзор набирает внештатных работников из числа местных жителей, которые будут представлять информацию по нарушениям. Так что несанкционированные свалки в Загорянском больше не останутся незамеченными. Также глобальное решение проблемы с вывозом мусора готовится сейчас правительством региона, отметил депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Для себя я подчеркнул и несколько таких глобальных вопросов, над которыми мы сейчас работаем. Это создание современной отрасли сбора, переработки и утилизации твердых бытовых отходов. И программа эта будет в ближайшее время, в этом году, утверждена. Не единожды в администрацию Загорянского с жалобами на качество воды обращались жители деревни Оболдина. Обещали с проблемой разобраться, однако ВОЗ и ныне там. Деревня Оболдина осталась без воды, с частными колодцами, в которых вода не питьевает. Дело в том, что на этой территории, когда была запланирована застройка с учеником сельскохозяйственного назначения ночным и строительством, застройщики должны выполнить канализование и водоснабжение наших жителей деревни Оболдина. Качество дорог и их освещение – отдельная наболевшая для жителей Загорянки тема. По ней также прозвучало немало вопросов. Многие жители видят проблему в неэффективном использовании бюджетных средств администрации поселения. Как вот ваше мнение, когда из бюджета поселения одна треть идет на программу «эффективная власть». Вот у меня почему-то есть впечатление буквы «э» убрать, сказать «эффективная». Понимаете? Правая или права – ваше мнение? Руководитель районной администрации отметил, одна треть – это действительно через чур и согласился с предложением жительницы провести семинары для сотрудников Загорянской администрации по теме оптимизации бюджета. Если мы берем областную, вот как бы статистику, мы видим, что у вас она находится в очень низкой категории, в том числе управления бюджетными ресурсами. Нашлись у жителей и другие чуть более личные вопросы к представителям Загорянской администрации, в частности к ее руководителю. У нас многоуважаемая решительная бюджета, у меня имеется видимость, так как она неизвестна, она неизвестна. Нет, не имеется. Она признала свою вину. Где? В лесу 3. На такой вопрос четкого ответа от руководителя администрации Загорянского добиться не удалось. Встреча продлилась около трех часов, прозвучало немало актуальных тем, в том числе капитальный ремонт, водоснабжение и транзитный грузовой транспорт. Подводя итог, руководитель районной администрации отметил непростой характер встречи. Я считаю, это самая сложная встреча из всех наших встреч. Здесь все-таки уровень подготовки, образования, культуры и всех других сегментов деятельности людей, проживающих в городском поселении Загорянка, достаточно высокий. И, соответственно, запросы тут такие. Мы часто выезжаем сюда на личные приемы, часто встречаемся с людьми, часто они задают такие же подобные вопросы, которые касаются глобализации вообще работы. Если даже взять в рамках районного бюджета, можно весь сюда его потратить, но ничего на выходе не получить. Но мы понимаем, что шаг за шагом мы будем подходить к тому, чтобы хотя бы насущные проблемы решать в приоритетном порядке.